На портал Экзегет поступил вопрос, почему у католиков алтарь открытый, а у православных закрытый коностасом? Перед нами на самом деле очень простая реализация той мысли, что долгое отсутствие общения, конечно же, рождает разницу в обрядах и формах. То есть до того момента времени, пока западная и восточная церкви пребывали в единстве, какой-то грандиозной разницы в том числе в формах храмового благочестия и храмовых интерьерах мы особенно не наблюдаем. То есть, пожалуйста, вы можете посмотреть, например, на какие-нибудь мозаики равенны, и мы увидим, что они выглядят совершенно традиционно и православно. Более того, в храмовом искусстве Западной Европы и, наверное, 10-го, и даже, в ряде случаев, 11-го, где-то и 12-го веков мы часто еще заметим очень сильное греческое влияние. Хотя на этом этапе, собственно, например, с 11-го века церкви уже пребывают вне евхаристического единства. Но чем дальше идет вот это разделение, чем дольше католическая и православная церкви находятся вне общения, тем больше в них вырастает культурных в том числе различий. Понятно, что нас серьезно отличают друг от друга ряд догматических тем. Но эти темы являются поводом к разделению, а, собственно, появляющиеся различия последствиями этого разделения. Говоря о алтаре, это, наверное, наиболее простой пример. То есть до определенного момента времени алтарь христианского храма отделяется от основной его части невысокой перегородкой, так называемой алтарной преградой. Далее в западной традиции она не получит какого-то особенного развития. Ну, то есть так и останется. Либо в формате преграды, которая может быть иногда и вырастать в высоту человеческого роста, сопровождаясь в таком случае, например, решеточной частью, мы такую видим в той же самой сикстинской капелле, либо же иногда даже полностью исчезать. То есть, например, алтарь также поднят над основным уровнем храма, то есть алтарное пространство выделено, но не отделено. Такие варианты, например, в современных католических храмах вполне себе не редкость. В православной же культуре также изначально мы видим ту же самую алтарную преграду, которая, в принципе, должна просто обозначать отличие алтарного пространства от основного храмового, но с течением времени она начинает расти. Сначала это, как правило, ряд колонн, как, например, это выглядит в той же самой Софии Константинопольской, ну вот в свой момент времени. Потом, да, в навершии этого ряда начинают появляться медальоны с теми или иными иконографическими изображениями. То есть, как правило, это то, что впоследствии будет названо доисусным чином. То есть, это икона Христа, и относительно нее центрованные изображения, например, Богородицы или тех или иных святых. Как правило, все это очень некрупное изображение. То есть, это, повторяюсь, небольшие, как правило, мимозаичные медальоны. В простенках, да, между колоннами, в моменты богослужений появляется традиция ставить праздничные иконы, которые убираются, собственно, после праздника. С течением времени эти иконы займут там свое место на регулярной основе. И таким образом из алтарной преграды у нас сформируется одноярусный иконостас. С течением же времени в разных православных церквях он получит свою разную логику и динамику развития. Где-то он останется таким же однорядным, где-то появится, например, второй ярус доисусного чина. Ну и, собственно, конечно, специфично русской традицией, достаточно поздно появившейся, является высокий разработанный пятиярусный иконостас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин